Здравствуйте! Сегодня мы с вами познакомимся с хранимыми процедурами. Посмотрим понятия хранимой процедуры, рассмотрим операторы или команды создания и использования хранимой процедуры, а также процедурное расширение. Хранимая процедура – это специальный тип пакета инструкций Transact SQL, созданный, используя язык SQL, и процедурное расширение. Хранимая процедура – это со стороны приложения, работающих в базе данных, под программа, которая выполняется на сервере, а по отношению к самой базе данных – это объект, который создается и хранится в базе данных. То есть хранимая процедура сохраняется на стороне сервера, чтобы улучшить производительность и постоянство выполнения повторяемых задач. Хранимая процедура предварительно компилируется, перед тем, как она сохраняется в виде объекта в базе данных. Предварительно компилированная форма процедуры сохраняется в базе данных и используется при каждом ее вызове. Это свойство хранимых процедур также оказывает положительный эффект на объем данных, участвующих в обмене между системой баз данных и приложениями. То есть каждая хранимая процедура компилируется при первом выполнении, в процессе компиляции строится оптимальный план выполнения процедуры, в последующем, если не указана специальная команда, то хранимая процедура лишь вызывается, но не перекомпилируется. Описание процедуры совместно с планом ее выполнения хранится в системных таблицах баз данных. Бывают хранимые процедуры системные и пользовательские хранимые процедуры. Системные хранимые процедуры – это действия по администрированию сервера. Системные хранимые процедуры являются интерфейсом, обеспечивающим работу системными таблицами. Они имеют префикс SP, хранятся в системной базе данных и могут быть вызваны при использовании любой другой базы данных. Пользовательские хранимые процедуры реализуют алгоритм некоторых действий. Сегодня мы с вами будем знакомиться именно с пользовательскими хранимыми процедурами. В отличие от основных хранимых процедур, которые всегда сохраняются в текущей базе данных, возможно создание временных хранимых процедур, которые всегда помещаются во временную системную базу данных – темптем. Одним из поводов для создания временных хранимых процедур может быть желание избежать повторяющегося исполнения определенной группы инструкции при соединении с базой данных. Можно создавать локальные или глобальные временные процедуры. При создании локальных временных процедур перед именем процедуры ставится один символ диеза. При создании глобальных перед именем ставят два знака диеза. Локальную временную хранимую процедуру может выполнить только создававший ее пользователь и только в течение соединения с базой данных, в которой она была создана. Глобальную временную процедуру могут выполнять все пользователи, но только до тех пор, пока не завершится последнее соединение, в котором она выполняется. Обычно это соединение создателя процедуры. Жизненный цикл хранимой процедуры состоит из двух этапов. Это этап ее создания и этап выполнения. Рассмотрим, как создаются хранимые процедуры. При создании хранимой процедуры необходимо решить такие задачи, как Во-первых, определение типа создаваемой хранимой процедуры. То есть это будет пользовательская или временная. Системная хранимая процедура помещается в системную базу данных. Такая процедура доступна в контексте любой базы данных локального сервера. Второе. Нужно определить права доступа. При создании хранимой процедуры следует учитывать, что она будет иметь те же права доступа, как объектам базы данных, что и создававшие ее пользователи. Третье. Определение параметров хранимой процедуры. Подобно процедурам, входящим в состав большинства языков программирования, хранимые процедуры могут обладать входными и выходными параметрами. Ну и последним этапом – это разработка кода хранимой процедуры, то есть разработка самого алгоритма. Код процедуры может содержать последовательность любых команд SQL, включая вызов других хранимых процедур. Само создание хранимой процедуры, так как хранимая процедура – это объект, начинается со служебной, с команды CRIT. CRIT далее. Сам объект – процедура. SQL Server позволяет использовать сокращенную запись – PROC. То есть будет CRIT PROC или же CRIT PROCEDUR. Далее идет имя процедуры. В скобках мы указываем параметры. Как всегда, перед именем переменной или перед именем параметра у нас ставится знак собачки. Переменная тип. Переменная может иметь значение по умолчанию. Если у нас стоит параметр output, то это означает, что данная переменная у нас будет выходным параметром. Не всякая процедура может иметь выходные параметры. Также необязательным параметром является with recompile, или же instruction, или же execute as. В данном случае параметр recompile означает, что данная процедура при каждом своем вызове будет перекомпилироваться. Практически это невыгодно, так как хранимую процедуру мы используем для того, чтобы обеспечить производительность работы нашей базы данных. Но если есть такая необходимость при каждом вызове перекомпилировать хранимую процедуру, то мы указываем в with recompile. Если мы используем параметр excruption, это означает, что SQL сервер шифрует определение процедуры. Экзекует as определяет контекст безопасности для процедуры. Далее у нас идет обязательный параметр as и тело процедуры. Например, рассмотрим создание хранимой процедуры на примере, чтобы было понятнее. Укрыть процедуру. Идет название процедуры. Я назвала тест-процедур. Далее в скобках три параметра. Параметр целочисленного типа, параметр типа варчан, то есть строковый параметр, и параметр типа ман, денежный параметр. Здесь по умолчанию сказал, что данный параметр будет принимать значение 0. Тело процедуры. Begin, end. Заключено между операторами скобками. Данная наша процедура первым шагом вводит в таблицу test-table, в поля этой таблицы категории ID, продукт, name и price, значения, те, которые мы задали процедуре в качестве входных параметров. И вторая команда, что делает процедура, она отображает, то есть выбирает из таблицы test-table, значение всех полей, таких, что значение поля категории ID должно равняться входному параметру категории ID. Также мы сказали, что жизненный цикл хранимой процедуры состоит не только из создания, но и из использования. Чтобы вызвать имеющуюся хранимую процедуру, мы можем указать либо execute, далее имя хранимой процедуры, либо access, имя хранимой процедуры. Рассмотрим три варианта вызова разработанной процедуры. Execute, test-процедур. Вернусь немножечко. Еще раз говорю. У меня первый параметр целочисленный, второй параметр ворчат и третий по умолчанию 0. Вызываю процедуру с именем test-процедур, говорю первому параметру присвоить значение 1, то есть аргумент у меня будет 1, второй аргумент у меня будет называться тестовый товар 1, третьего аргумента здесь нет, он по умолчанию поставит 0. То есть с значениями 1, тестовый товар 1 и 0 моя процедура вызовется и в мою таблицу test-table ведутся значения 1, тестовый товар 1, 0. Выведет из таблицы test-table все значения всех полей, где категория 1 равняется 1. Второй вариант, то же самое, только сокращенная команда HES, категорию составляем 1, название товара поставим тестовый товар 2 и уже не по умолчанию цена будет, а цена будет 300. То есть при вот этом вызове хранимой процедуры у меня в таблицу test-table запишется значение 1, тестовый товар 2, цена 300 и выведет на экран все значения из таблицы test-table, где категория будет равна 1. И третий вызов. Можно вызывать хранимую процедуру, не указывая название параметров. То есть я говорю вызвать процедуру, тест процедур и сразу на первом месте у меня будет категория, на втором месте у меня будет название поля наименования товара и на третьем месте будет цена. То есть в моей хранимой процедуре здесь будет 1, тестовый товар 3 и цена 400. Любую процедуру, так же как и любой объект базы данных, можно изменить либо модифицировать для изменения хранимой процедуры, так как это объект используется команда alter. Альтер, дальше процедур или проб, имя процедуры. Остальные параметры точно такие, как при создании хранимой процедуры. Здесь что мы изменили? Здесь нет значения поля по умолчанию, то есть это по умолчанию мы убрали. А остальная команда точно такая, как это была при создании. Для удаления хранимой процедуры, так же как и для удаления любого объекта, мы используем команду drop, в данном случае drop процедур, имя процедуры. При разработке хранимых процедур нужны будут нам процедурные расширения, так называемые, то есть те операторы, команды, которые используются в любом языке программирования. У транзакта SQL самое первое процедурное расширение, либо самый первый блок, здесь его не показала отдельно, это begin-end. Данный блок, он является как бы операторными скобками, которые позволяют учитывать сети оператора как единое целое. Далее, это оператор условий, if, выражение, условие, если истина, else, если ложь. Else может быть не обязательно использовать, потому что тогда будет неполная форма. Или же после Else может быть опять условие, else, if. То есть здесь действие оператора такое же, как и в любом языке программирования. Единственное, что если вы все привыкли использовать фигурные скобки, то здесь у нас оператор на скобке begin-end. Можно использовать цикл, цикл while. While логическое выражение begin, оператор, end. Если оператор один, то begin-end пропускается. Так же, как и в любом языке программирования, для досрочного выхода из цикла можно использовать Brick или Continue. Brick у нас полностью завершает работу цикла, Continue завершает очередную итерацию цикла. Это вы уже знаете. Можно использовать оператор, как мы привыкли называть, выбора. То есть когда нам нужно сделать выбор одного из нескольких значений, а вернее из многих значений. Оператор кейс. Кейс, переменная, условия, when условия, then оператор и так далее. Если полная форма обязательно else, оператор end. Если не полная форма, то у нас else и оператор отсутствуют. Остается только кейс, переменная выбора, when условия, первое, then оператор один. Итак, сколько условий будет, столько у нас будет здесь прописано операторов и условия. Оператор return позволяет выполнить, безусловно, выход из запроса или самопроцедуры. То есть он действует точно так, как Brick действует для цикла while. Мы еще раз разберем на примере. Пусть имеется таблица, tab1, в которой есть только одно поле, поле price, целочисленное поле. Создаем процедуру, которую назвал apd.val. Параметр будет одна целочисленная переменная. По умолчанию будет принимать значение 10. Тело процедуры. Процедура простенькая. В теле процедуры update. Я модифицирую содержимое, не само таблицу, а именно содержимое таблицы tab1. И говорю, пусть set price, значение поля price будет старое значение плюс старое значение, умноженное на параметр, вот тут, которое я использовала, по умолчанию здесь деленное на 100, то есть на какой-то процент. Получается, что по смыслу я значение поля цена изменяю, увеличиваю цену на определенный процент. Теперь для того, чтобы вызвать эту процедуру, я указываю экзекод либо без параметров на имя процедуры, тогда мой процент будет равен 10, либо с конкретным значением, в данном случае, к примеру, 20. Итак, сегодня мы с вами познакомились с таким понятием, как хранимая процедура. Сказали, что это объект базы данных. Данный объект, в частности, хранимая процедура, имеет, использование этого объекта имеет ряд преимуществ. Во-первых, хранимые процедуры хранятся в компилированном мире, поэтому выполняются быстрее, чем запросы. Выполнение обработки данных происходит на севере, а не на рабочей станции, и это значительно снижает нагрузку на сеть. Хранимые процедуры имеют модульный вид, поэтому их легко внедрять и изменять. Если клиентское приложение вызывает хранимую процедуру для выполнения некоторой операции, то модификация процедуры в одном месте будет влиять на ее выполнение у всех пользователей. Хранимые процедуры можно рассматривать как важный компонент системы безопасности баз данных. То есть, если все клиенты осуществляют доступ к данным с помощью хранимых процедур, то прямой доступ к таблицам может быть запрещен. И все действия пользователей будут находиться под контролем. Что еще важнее, хранимые процедуры будут скрывать от пользователя структуру базы данных. Ну и еще такое. Хранимая процедура, помимо позволения, помимо того, что позволяет управлять авторизацией доступа, то есть тоже как вариант защиты, она позволяет создавать аудиторский след действий с таблицами. На экране вы видите вопросы для самоконтроля, на которые вы должны уметь ответить. Список рекомендуемой литературы. На этом изучение, теоретическое изучение данной темы мы завершаем. Продолжение следует...